Здравствуйте, Шавотов и Гутувох. Хорошей недели. У нас 158-й урок по книге Мишли, и мы находимся в 18-й главе, и начинаем предложение номер 17. Вначале по-русски. Говорит Шлома о Меллах. Прав первый в тяжбе своей, но приходит ближний и расследует слова его. Теперь посмотрим, как это написано. На Лашон-Акодыша попытаемся. Цади горишон боребо. Праведный первый в своей ссоре. Его раэгу вахакро. Придет его тот, кто ближний его, тот, кто напротив его, и будет его исследовать. Мальбим объединяет сразу несколько предложений, поэтому нам придется прочитать несколько предложений, хотя Гаон их рассматривает совершенно порознь, но продолжает и говорит Шлома о Меллах. Жребий прекращает распри и разнимает сильных. Озлобившийся брат, он неприступнее крепкого города, и ссоры подобны заторам Творца. Читаем 18-е и 19-е предложения на иврите. Законов сделает от слова шаббат осядет гораль, жребий, и между сильными он разделит. Брат, он более сильный, чем сама крепость, и от судов он закрывается, как запор в замке. Теперь прочитаем, как Мальбим объясняет это, и потом перейдем к Гаону. Здесь достаточно сложный псуким. Первое слово, на которое Мальбим обращает свое внимание, это «ми ди ним». То есть «ми ди ним». «Дин» – это закон. «Ди ним и мишпотим», говорит Мальбим, «законы и законы». Есть два вида законов. «Согрим кибарьех гасогер гармон». Они закрывают, как замок, который закрывает замок. «Китафазба мошаль». И здесь имеется в виду пример. «Шаах нафальны хэлко кирьятос». Что у брата, есть его удели, кирьятос – крепкая крепость. И законы, которые он думает, что посредством их кирья, вот эта крепость будет держаться, они закрывают на двери и на задвижки, так, чтобы нельзя было войти. Это перевод, который дает Мальбиму в заглавии, который называется «Перевод слов». Теперь он объясняет уже это более подробно в «Пируш-иньян», «Мусар-хахма» и говорит. «Цадик горешон-барибот». «Цадик является первой в своей ссоре». «Ми диним ешеват гораль». От диним спасает, оседают, успокаивает гораль жребий. И ах, и брат, он не вша. Пришло это нас научить, что человек не усиливал дина в едина в каждом суде и суде. То есть, чтобы человек не был таким человеком, который каждый раз обращается в суд и судится по каждому поводу. Потому что гадолиевсет мискар во время судов проигрыш больше, чем выигрыш. И лучше сделать пшару, сделать компромисс. То есть, когда есть какой-то суд между ближними, если возможно сделать компромисс, то компромисс выше уровнем, чем суд. «У бадавара мисупак, и когда у него есть сафек, сомнения, я сугораль, пусть сделает, то есть невозможно правильно рассчитать, как делать по закону, то правильный путь – это бросить жребий между ними. И в соответствии со жребием так поступить». И говорится, не имеется в виду, что поскольку я абсолютно безграмотный человек, поэтому не знаю, какой правильный закон в этом случае. Имеется в виду, когда сомнения сафек находятся у даяния, у судей. Не то, что сомнения, которые есть у подсудимых. Если все понятно, то все понятно. И он говорит, что если ты захочешь судиться, то подумай. Потому что, даже если ты окажешься правым у судьи, но на самом деле цадик праведник является первым в ссоре, в споре. Но разве пришел тот, кто против тебя и начинает исследовать? Ты не знаешь, что он будет говорить против тебя и как он будет, Листор, опровергать твои аргументы. То есть человек, которому кажется, что он наверняка победит в какой-то судебной тяжбе, он должен подумать, что он хорошо понимает, что именно он скажет. Но при этом он не скажет, какие аргументы приведет тот, кто с ним судится. И может оказаться, что я в данный момент, хотя считаю, что я говорю все правильно и все хорошо, тем не менее я чем-то не прав. И тогда окажется, что я потеряю в глазах судьи и так далее. И он продолжает и говорит. Так же между сильными, что каждый из них думает, что его таонот, его требования более верные и сильные. И с ним находится правота. Ефридо-Гораль между ними разделит жребий. Но если ты захочешь идти именно судиться, то есть даже в тот момент, когда люди считают, что каждый из них прав, если можно спустить дело на тормозах посредством жребия, то иногда или часто это правильно сделать. Это совет, который дает Шлома Амеллах. Теперь он продолжает и говорит. Дословный перевод. Есть брат, у которого есть сильная стена. Имеется в виду, есть человек, который получает какой-то удел по наследству. И по его мнению, он уверен в этом, как в крепкой крепостной какой-то стене, что он это получает. Как сказано, много богатства – это сильная ограда, сильная стена. В Игуни в Шаме Кириатос имеется в виду, что вдруг он уверен, что если он будет судиться, он победит в этом и получит это наследство. И вдруг во время суда от него забирает это наследство несколько неожиданно для него. У мединим и от судов, от законов, сагримбоадо, его закрывают кебария-хормон, как закрывается замок на какие-то запоры, стенки, ворота. Когда он закрывается очень хорошо и не дает никому войти. Что посредством суда очень трудно достигнуть своего желания. И трудно войти и понять ту хакеру, то исследование, которое будут делать от него. Поэтому лучше сделать посредством Гараля, как написано, что Гараль – жребий. Это то, что решает все вопросы, поскольку это исходит от Всевышнего. Естественно, не надо понимать эти псуким, что человек, который не знает законов по причине своей неграмотности, он может все время бросать жребий и решать, орел или решка, и все с этим решать, как себя вести, как будет требовать себя вести Тора. Был такой анекдот по поводу американского экзамена, где надо было отвечать «да», «нет» или оба ответа верны. И студент решил, поскольку он ничего не знал, решать это с помощью орла и решки. Он быстро-быстро побросал монеты, ответил на все 100 вопросов и идет сдавать. Профессор говорит, вы как-то минут за 15 все сделали, а экзамен рассчитан на 4 часа. Возьмите, посмотрите, может быть, что-то вы исправите, решите, у вас есть еще много времени. Он берет монетку и снова начинает кидать. Профессор подходит и спрашивает, а что вы делаете? Я, говорит, перепроверяю. Так здесь речь не идет о том, что человек призыву к безграмотности, к тому, чтобы все вопросы решать на основании «гора» или «жребия» и решить, что Всевышний подбросит монетку «орел» или «решка» будет от желания Всевышнего, или любой другой жребий, который, в общем, все жребия более или менее подобны этому, несмотря на то, что бы вода и жребий выпадают по желанию Всевышнего, но это не служит причиной прикрывать полную безграмотность и желание выяснять Галаху. Здесь речь идет о вопросах, которые деним, несколько скользкие вопросы, и когда начинаешь обращаться в суд, то там могут получиться столь же скользкие ответы. Я приведу два-три примера, которые приведены в Талмуде. Существует такая сугья, такой кусочек Талмуда в нескольких местах, в Бавибасре, в Бавимеце, в Бавикаме, несколько, я не знаю, как сугья по-русски сказать, несколько проблем. Несколько отрывков Талмуда, которые разбирают решение проблем, как себя вести в случае, если есть мамон, деньги, которые находятся в сомнении. Что значит деньги, которые находятся в сомнении? Приведем один-два примера. Например, приходит в суд два человека, каждый из которых держится за Талмуд, они оба держатся за Талмуд, большой кусок материи. Один говорит, это я нашел, другой говорит, это я нашел. Один говорит, весь мой, другой говорит, весь мой. Следующий пример. Два человека приходят в суд и говорят, что вот та вот лодка, которая находится посередине реки, на якоре стоит, это лодка. Мой папа оставил мне эту лодку. Друг говорит, нет, мой папа оставил мне эту лодку. И тому подобные примеры, когда нет никаких доказательств. То есть, если есть доказательства, то понятно, что Бейздин рассматривает эту проблему и, соответственно, с доказательствами решает, как нужно быть. Или еще один пример. Когда в Бейздин приходит Штар, умирает какой-то человек, и у него находится Штар, Цва, завещание, где написано, что деньги он оставляет Шимону. А Шимонов, его знакомых, есть несколько. И непонятно, какому из Шимонов он хочет оставить эти деньги. Я привел специально несколько примеров, три примера, в которых будут три разных закона. И я сейчас не планирую строить урок по выяснению, почему в одном месте так, в другом так. Это достаточно трудные споры решения, объяснения, хакерот, исследования о хронии последних комментаторов и так далее. Но все три случая, как вы видите, речь идет о том, что нет никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону. В первом случае два человека приходят, держатся за талит и говорят, весь талит мой, и другой говорит, весь талит мой. Закон, что они клянутся определенной клятвой, что у них есть не меньше, чем половина, после чего они делят талит пополам, разрезают талит пополам. Если талит теряет в цене, такое, понятно, что может произойти, то в этом случае не делится талит пополам, а продается, и каждый из них получает половину суммы. Делается такая пшара, такой компромисс, поскольку невозможно выяснить, кто из них прав. Второй вариант, который я приводил, это корабль, который находится, небольшая лодка или большая лодка, которая находится посередине реки. И идет спор двух сыновей, кому принадлежит этот корабль, никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону нету, и каждый из них не находится на корабле, а находится в суде. Суд дает довольно странный псаг-галаха, довольно странный закон, что надо делать в этом случае. Он говорит, коль да алимгвар, тот, кто сильнее, тот и победит. Есть два мнения, что означает, кто сильнее, тот победит. Первое мнение говорит, что кто сильнее, тот победит, имеется в виду на кулаках, просто благородная дуэль. Кто и свора объясняет, Роша объясняет, что там и кубецит, приводит объяснение, почему тот, кто сильнее, тому достанется этот корабль. Потому что хозяин больше будет готов жертвовать собой за свою вещь, чем тот, кто хочет на него просто отобрать. Поэтому дин коль да алимгвар решит эту проблему, тот, кто сильнее, тот победит. И третий случай, когда остается завещание, которое написано, что все имущество достается Шимону. У нас есть два Шимона, которые претендуют на эту вещь, то решает Шуда да даянинг. Решает тот, кого даянинг видят более правдоподобным, более правильным. Причем, что такое Шуда да даянинг? Здесь тоже есть махлокис, спор между комментаторами, Рожбам, Тосвас, которые говорят, одно мнение говорит, что тот, кого даянинг видят, что это было желание покойничка оставить ему наследство. И второй вариант, который говорит, что Шуда да даянинг, это тот, кто больше нравится даянинг. Просто. Поскольку все равно невозможно выяснить, что хочет этот человек. Есть еще одна ситуация, которую я забыл сказать. Человек взял на хранение, принимает на хранение вещи, что-то типа ломбарда, принимает на хранение какие-то вещи, и ему дали в одной связке два человека. Один дал 100 монет, другой дал 200 монет. Когда они пришли брать обратно, оба говорят, что я дал 200. А он не помнит, кто сколько дал, поскольку это было в одном мешке, он не обязан был запоминать. Он видит, что люди друг на друга опираются, верят, значит, соответственно, что делать в этой ситуации. Есть два мнения. Первое мнение говорит, что каждый получает по 100 монет, а остальные 100 лежат до прихода Ильяу Анови. Илья Анови, пророк Ильяу, придет и скажет, кому им отдать. И второе мнение, которое говорит, что все деньги лежат до прихода Илья Анови. Илья Анови решает, кому отдать, для того, чтобы тот, кто врал, он, поскольку ему хочется хотя бы 100 получить обратно, и все-таки это его деньги, он бы признался. Таким образом, есть три-четыре закона, которые могут быть. Разделяем. Коль да алимгвар, кто сильнее, тот получит. Дая ним решает и лежит до прихода Илья Анови. Четыре варианта денег, которые находятся в Басафек, в сомнении. И Байздин суд не может дать однозначного решения. И Гемора, Решоним, Ахроним, первые и последние комментаторы Гемора, Шульхонорох, Тур, все комментаторы Галахи, Рамбом, Тосфос, Рош, все, кого мы знаем и не знаем, занимаются вопросом о том, чем отличаются эти случаи, почему Гемора в одном случае говорит так, в другом говорит так. Но независимо сейчас от Махлоки с Решоним, мы видим, что бывает ситуация, решить которую Байздин должен одним из этих четырех способов. Так вот, говорит Шулхон Омеллах, что в ситуации, которая мне кажется понятным, что Байздин найдет аргументы, что я абсолютно прав, и это очевидно, и Байздину это будет понятно, человек должен понимать, что это не очевидно, что Байздину будет понятно, потому что ты не знаешь, какие контраргументы приведет против тебя другой человек. Поэтому закон, который гласит Кольда Алимгвар, например, возьмем один из законов, может быть и часто окажется, что лучше решить по жребию, по ряду причин. Одна из причин, потому что в таком случае не будут обиды друг на друга, потому что что можно сделать, я как бы так решил эту проблему, что я могу сделать, чем заставлять Байздин решать какие-то вопросы. Это одна из возможностей объяснить эту судью, этот кусочек, который говорит нам Шулхон Омеллах, не единственная. И Шулхон Омеллах предостерегает нас, что человеку всегда кажется, что он первый, он праведный, всегда кажется, что он победит в суде, поэтому он должен подумать, может быть, это не так, и, может быть, правильнее устроить компромисс, избежать суда, или, если компромисс невозможен, то устроить жребий и так далее. Это первый пшат, первое объяснение того, что говорит Мальбим, так как он объясняет этого Шулхон Омеллах. Дерихагав для этого Мальбима очень хорошо понятен, пасук, который говорит, это Гагро скажет вильнюсский Гаон, но пока я скажу это здесь, «Мидини Межбиды Агараль от судов будет отдыхать, делать тебя отдохнувшей жребий, обен от суми Мефрит, и между сильными он разделит». Сильный, говорит Гаон Мивильный, имеет в виду ситуацию, когда Бейдин, суд, должен дать Псаг Галаху, установление суда. Коль де Алимгвар, тот, кто сильнее, тот победит, и дать возможность им подраться. В такой ситуации каждый считает, что он больше вес может поднять, и, соответственно, он сильнее, он наверняка победит в этом вопросе. Так вот, Гараль, жребий, здесь может разделить между сильными, между теми, про кого дается Симан, дается Халаха, Коль де Алимгвар. Это первое объяснение, объяснение, которое дает Мальбим, простое объяснение этого пасука. Но я перевел это все на несколько случаев, когда у нас нет четкого Псака суда, и если человек придет в Бейздин, то Бейздин вынужден будет делать какой-то компромисс, типа того, что я сказал, и Хлоку разделим, или Коль де Алимгвар, тот, кто сильнее, тот победит. Но бывают ситуации еще какие-то, которые я не назвал, я назову еще одну ситуацию, например, у каждого из людей есть два свидетеля. У одного есть два свидетеля, что он прав, и у другого есть два свидетеля, что он прав. Это Сугья, этот кусочек Талмуда, встречается в Ксубас, в Ави Ками, в Амиции, называется Трей у Трей, двое против двух. Ситуация двое против двух, это ситуация, которую выяснить никогда нельзя будет, потому что 2 и 100 – это одинаковое количество. И здесь, какой здесь закон, мы сейчас пока не будем входить в этот вопрос, это называется двое свидетелей, которые противоречат друг другу, и даже если я приведу еще 100 свидетелей, то это все равно мне ничего не даст, потому что это двое против двух. Или еще одну ситуацию я рассматриваю, и потом переходим дальше. Ситуация такая, это очень известная Сугья Талмуда, которая называется Токфо Коин. Ситуация одна из таких труднейших кусочков геморы, которая находится на Дафе Бауа, в Геморе Бауа Меце, которая там сразу две ситуации разбирается, разберем одну из них, что у человека рождается, у него есть бык, например, корова, и эта корова немножко беременна и немножко рожает, я постепенно понял, что бык не может родить, поэтому я пришел на корову. Она рождает теленка, и вопрос это, теленок первенец или не первенец. Коин кричит, что это первенец, отдавайте ее мне. И Сроэль говорит, он не первенец, и я ее не отдам. Ни тот, ни другой точно не знают, доказательств никаких нету, первое это теленок или не первое это теленок, что делать в этом случае. И гемора задает вопрос, пока идет такой вот спор, Коин тихенько прокрался ночью к Исроэлю и спер себе этого теленка, забрал его себе домой. В вопрос Исроэль приходит Бейзин и говорит, что Коин у меня украл, моего теленка, который не первенец. Коин отвечает, он первенец, и я его забрал, потому что он первенец. Доказательств ноль, их не может быть. Что в этой ситуации, забирают у Коина, не забирают у Коина. На эту тему есть спор Решоним, Рамбо, Монтоспас, Роша, Рашба, Шульхонора, Хирамо. На эту тему есть много доказательств в ту или другую сторону, забирают у Коина или нет, или остается там, где оно сейчас находится, поскольку Софек мы не можем трогать, Бейзин не знает, какой. Это все истории, которые я сказал, истории очень похожие. В этом случае говорит Гемора, что не Гемора, а Шлома Амелых дает нам совет, что подумай, может быть надо сделать Пшару, компромисс, может быть не надо судиться, может быть надо сделать Гораль. Теперь есть еще одна история, про которую мы здесь сейчас будем говорить, в которой тоже есть ЭЦА, Совет Шлома Амелыха, что постарайтесь сделать либо жребий, либо компромисс, то есть подумай, правильно ли тебе судиться в этой ситуации. Давайте разберем эту ситуацию. Ситуация такая, что есть Гемора в трактате Беомицыя, которая говорит, лон не храб гаалам, не был разрушен мир, а только за то, что судили Баддин Тойра, а то, что судили по законам Торы. За это был разрушен храм. Спрашивает Гемора, а как надо было судить? Не по законам Торы, а как? По законам с дома? Что от нас вообще хотят? Отвечает Гемора, что надо было судить Лифним и Шурададин, выше, чем требует суд. Есть ситуация, когда, если судить так, как требует суд, то вроде бы как человек прав, он может заставить это делать, но тем не менее видно, что это не совсем правильное поведение, и от подобных судов лучше, для лучшего, от советного шлома Меллах, убегая от подобного суда, не участвуют в нем, есть места, в которых надо уступить или сделать компромисс, но не участвовать. Я приведу один пример, который был энное количество лет в городе, насколько я знаю, Иерусалиме, я не знаю точно, кто это мне рассказывал, человек, который не участвовал в этом процессе, но был соседом, близким другом одного из участников процесса, и те, кто живут в Израиле, знают, что такое Мецеют, такое существование есть, те, кто живет за границей, я не уверен, что там такая ситуация бывает, есть квартира, есть дом, который получает, вдруг, разрешение на достройку, и каждый человек может что-то достроить или не может достроить, или даже все квартиры не получают разрешение, но кто-то хочет себе достроить балкон и так далее. В этой ситуации нужно получить подписи соседей для того, чтобы, если я не знаю точного закона, если есть какое-то количество возражающих, то это нельзя делать, и если возражает кто-то, кому это реально мешает из близлежащих соседей, то этого тоже нельзя сделать. И вот там было то она, требование одного из соседей, который возражал, и достройщик пригласил его в Бейсдин, в суд. И суд его спросил, а почему ты возражаешь, чем тебе мешает? Тут тот же на первом, это же ты на втором. Чем тебе мешает, что он кусочек дома, который как бы к нему относится, у него такой дворик небольшой, несколько метров, чем тебе мешает, что он на этом дворике построит еще одну комнату и под твоими окнами, и что тебе так плохо? В чем проблема? Спросил Дайан, судья. Человек ответил, что там может кошка запрыгнуть на эту крышу, и ей будет легче забраться ко мне в квартиру. Дайан сказал, что это та она, это да требование, и в соответствии с этим требованием ты имеешь право запретить ему достройку, но ты должен знать, что это то требование, из-за которого был разрушен Рушалаем. Это альпидин, строго по закону, это требование, но понятно, что вероятность прихода кошки и такой ужас от того, что кошка может поймать в дом, можно решеточку поставить и все, это требование, из-за которого я могу запретить другому получить какую-то гону, получить какую-то прибыль целой комнаты, но при этом я должен знать, сказал Дайан, что за такие требования был разрушен Рушалаем, и это то, что говорит Гемора, что не был разрушен Рушалаем, а только за то, что судили по закону Торы. То есть, это то, о чем говорит здесь Шлома Амеллах, что сделайте Пшарут, сделайте компромисс, сделайте Гораль, откажитесь от суда, потому что в первый момент, когда возникает какая-то тяжба между людьми, первая мысль, которая есть у человека, это всегда практически, что я, безусловно, прав, у меня есть аргументы, аргументы другого услышать очень тяжело, поэтому Шлома Амеллах призывает к тому, чтобы немножечко послушать, немножечко вникнуть и решить, нужно это делать или не нужно. Окей, теперь мы, в общем, пробежались по Мальбиму, и теперь Гаон Мивильна вытаскивает этот кусочек Мишли из простого пшата и говорит, не полностью вытаскивает, для него каждый из этих посуков говорит на разную тему, начиная с посука номер 17, так как его перевел русский переводчик, я еще раз считаю, он говорит, прав первый в тяжбе своей, но приходит ближний, противник его, и расследует слова его. Говорит Гаон, цадик, праведник, горещон первый, бурево, в свои ссоры, и приходит его противник и исследует. Говорит Гаон, Ецаргора приходит в тело человека первым, то есть сразу же после родов. И это цадик-бейнав, поэтому человек всегда в своих глазах видит все свои плохие побуждения как праведность, поскольку первое, что есть у человека при его рождении, это Ецаргора. После этого приходит его раэгу, его ближний, ближний в данном случае противник, и это Ецарготов. Поэтому ты должен изначально очень сильно исследовать хорошо то, что кажется в твоих глазах, что обычно слова, которые произносят Ецаргора, это слова зарим, это чужие слова, и они приводят к ссоре, к ссоре между Ецарготов и Ецаргора, и ты должен увидеть правильность, исследовать правильность, потому что первое, что тебе кажется, тебе кажутся слова Ецаргора абсолютно правильные. Исследуй их, и ты увидишь, что правильные слова это слова Ецарготов, которые приходят устраивать ссору. То есть изначально, без ссоры, человек находится в состоянии полной шалвы, полного спокойствия. Ему хорошо. И все его мысли ему кажутся нормальными, правильными и так далее. Поскольку Ецергора владеет телом человека, она приходит во время, когда человек родился. Когда у него рождаются какие-то сомнения и желания поспорить с самим собой, устроить какую-то потасовку внутри себя, то это, как правило, исходит из Ецерготов. Поэтому ты должен исследовать те аргументы, которые дает Ецерготов. Этот комментарий Гаона основывается на книге Зогр, где сказано «Бэшат да барнаш ас-эйла-алма» в то время, когда человек приходит в этот мир, «мияд» сразу же издамэн багады Ецергора. Сразу же у него появляется Ецергора. То же самое, вернее, очень похоже. Есть, вы знаете, что есть такой трактат Перкеавод, трактат по учению отцов. Не знаю, известно ли, что кроме трактата, секунду, только надо его найти, трактата по учению отцов есть еще два Перкеавода. Авод да Рабиносен, то, что меня интересует. Есть еще Перкеавод, который написан Рабиносен. Они очень похожи на Перкеавод, но там есть некоторое различие. Перкеавод состоит из пяти периков Мишна, а Авод да Рабиносен, Барайта, состоит из... Я, честно говоря, не знаю, из скольки. Из 37, вот я уже вижу, 38, из 41 главы. И, в общем, все Мишна из Перкеавод находятся в этих Аводда Рабиносен. Перкеавод сформулирован Рабиносена. Но там есть, понятно, что очень много добавок. И вот один, одну из этих добавок говорит Рабиносен так. В 16 Перке, в основном это вторая Мишна, но первую Мишну я начну тоже. Рабий Шо говорит, айн гора ва ецаргана, три вещи. Айн гора, дурной глаз, ецаргана, дурное начало, ва сена, сена добреет и ненависть к создателям, муциина да адам мины алам, убирают человека из этого мира. Дальше он обсуждает, что как работает дурной глаз, это я пропускаю, это не наше дело. А вот теперь ецаргора кейцат. Каким образом работает ецаргора? Говорит Рабиносен, 13 лет выращивается ецаргора и отделена от ецарготов. И она отделена от хорошего начала, от дурного начала, от хорошего. 13 лет она находится в человеке и отделена от ецарготов. И начинается это мимо эймо, из утробы мамы. Когда человек вырастает, то приходит с ним и начинает михалэль шаббат, нарушать шаббат. И человек, который нарушает шаббат, я имею в виду до 13 лет, никто ему не мешает, поскольку нету ецарготов у человека. Он убивает людей, никто ему не мешает, идет делать авейры, никто ему не мешает. После 13 лет рождается ецарготов. Поскольку он михалэль шаббат, человек начинает лихалэль шаббат, оскверняет шаббаты, говорит ему ецарготов, рейка, пустышка. Ведь вот сказано, михалэль гамот ему, сказано в книге шмот, тот, кто оскверняет шаббат, умрет. Человек хочет убить кого-то. Говорит ему его ецарготов, его хорошее начало, пустышка. Ведь вот сказал Всевышний Шафехдам, баадам, дамой Шафехдам, человек, который проливает человеческую кровь, его кровь будет пролита. Он идет сделать авейры, авейры обычно просто, авейры называются прелюбодеяния. Ему говорят, пустышка, вот сказано, мот ему, да наефа наефа, умрут и соблазнители, соблазняющие. Безман, шадам, точка. И так далее. То есть мы видим, что Робин Оссен говорит о том, что 13 лет жизни человека до Бармитсвы, естественно у девочки до Батмитсвы, нет никакого ецарготов вообще в человеке. Весь человек состоит из ецаргора. Начиная с Батбармитсвы, к человеку начинает постепенно приходить его ецарготов и начинает у него расти. И, соответственно, у него появляется некий дат, некоторое знание о том, что не надо нарушать митсвот, не надо делать оверот. До сих пор все, что есть у человека, есть его ецаргора. Поэтому единственная причина не нарушать заповеди, которые у него есть до 13 лет, собственно, еще не обязан в заповеди. Но единственная причина, которая заставляет не нарушать заповеди в возрасте до 13 лет, это страх или, наоборот, любовь к родителям или к кому-то подобному, что он знает, что за то, что он что-то хорошее сделает, ему дадут конфетку. За то, что он что-то плохое сделает, ему шлепнут по одному месту. Больше никакого понимания у ребенка нету, поскольку дад, как таковое, это называется дад катана. Катан, он катуа, он обрезанный, у него есть только вот сегодняшний день, он не может сделать расчета, что будет дальше. И поэтому все, чем он живет, он живет ецаргорой. После этого приходит ецарготов, и ецарготов начинает бороться за тело человека и за его душу для того, чтобы победить. И об этом говорит Шлома Амеллах, что первый, кто приходит, он всегда кажется цадиком, но это ецаргора. И есть второй, который приходит, с которым уже как-то можно начинать работать, и поэтому ты должен настроить и сделать риф, сделать ссору, настроить свой ецарготов против ецаргора. Я как-то приводил здесь, не знаю, чей комментарий я услышал от Рафмойши Шапира, и он не сказал, чей это комментарий. Но мне он очень понравился. Комментарий, который основывается, начинается с книги Зохар Медрашна Алам, который говорит, что в тот момент, когда была создана Хава и Мейну, то наша прародительница Хава, то сказано, что Всевышний забрал цело ребро, сторону, разные комментарии у человека, у Адама, в Эсагара де Бассара Шерлаках, и закрыл плоть, которую он взял. Сагар закрыл, пишется, в Самих Гимал-Рейш. Так вот, говорит Зохар Медражна Алам, Сагар в этот момент впервые появляется буква Самих Тори. Отсюда мы учим, что в этот момент в мир вошла ецаргора. До этого ее в мире не было. И спрашивает Зохар, продолжает и говорит, а если ты скажешь, что вот за несколько псуким до этого, за несколько предложений до этого написано, а одна из рек, которая выходит из Гана и окружает Эдон, это река, выходит из Гана в Эдон, это река Хавила, которая Совеф, которая Совеф окружает, и там тоже написано буква Самих. Ты видишь, что всего несколько псуким до этого есть буква Самих Тори, значит, Самих, которые появляются в слове Сагар, закрыл, это не первый Самих, то отвечает Медраж, Бенагород Луаскинан, реками мы не занимаемся. Кавана, что река имеется в виду, что река – это вещь, которой нету, ни ецар готов, ни ецар гора. Река – это вода, которая принимает ту форму, которую придает человек, и никакого ецара у реки нет, это хомер в лицура, как много-много раз говорит Маораль, материал без формы, то, чему мы с вами должны принять форму, поэтому там нечего говорить о ецаре, хорошем, плохом, это невозможно об этом говорить. Понятие ецар возникает там, где речь идет о людях. Так вот, в этот момент появляется буква Самих и появляется ецар. В чем состоит этот ецар? Медраж продолжает и говорит, в Паршат-Бекурим, Баля Турим приводит это в Паршат-Бекурим, Что такое Бекурим? Это первый урожай, который люди, когда у людей созревают у человека, у землевладельца, вырастает на деревьях первый урожай, то первые плоды этого урожая должны быть помечены, когда они начинают созревать, и потом принесены в жертву Всевышнему, ими надо подойти в золотой корзинке, украшенными и так далее, дотронуться до края жертвенника, и потом они переходят в собственность. Делаются еще какие-то процедуры, тнуфа, вверх-вниз на четыре стороны, вместе с Кагеном, после чего их отдаются Кагену, и Каген их съедает бык души и тагара в святости и в чистоте, и это то, что называется корбен-жертва Бекурим. Так вот, в описании этой корбен-Бекурим, этой жертвой Бекурим, ни разу не употребляется буква самих, потому что Бекурим, они призваны для того, чтобы сломать букву самих. Сейчас я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Мы это уже приводили, это объяснение, но тем не менее, здесь оно многое может пояснить, поэтому привожу еще раз. Когда Иаков Авину встретился с Малахом, с ангелом Исава, и происходила эта борьба Иакова и Исава, то взошла утренняя заря, и ангел Исава торопился на митсву, которую должны делать ангелы. Каждый ангел имеет право на эту митсву один раз за существование всех миров, и ангел Исава, это было именно его очередь, они должны были говорить к душу. К душу говорится ангелами. Таким образом, говорит Медраж, что тот ангел, который, я не знаю, как правильно подобрать слово, я понимаю, что звучит смешно, но дежурный по к души, он говорит «кадош», «свят», все остальные ангелы повторяют «кадош» и так три раза. Таким образом, единственный раз, когда слово «кадош», 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 ангел может провести эту молитву и обратиться к Всевышнему, и выполнить свою функцию в этом мире, это была очередь Малаха Исава, ангела Исава, который должен был это делать, а в это время зашла заря, и надо было идти говорить к душу, а у него тут он занят, он борется с Иаковым. И он обращается к Иакову и просит «отпусти меня, чтобы я мог сказать к душе», Иаков говорит «отпущу, но вначале скажи мне, как тебя зовут». На что Малах отвечает «зачем тебе мое имя?» И простой смысл ответа этого, что Малах, ангел Исава, то есть тот, кто занимается всей культурой, всей сущностью Исава, говорит тебе «не надо познавать, что такое Исав, ты должен знать, кто такой ты, кто такой Исав, для тебя это совершенно чужое, оно к тебе не относится, оставь его в покое». Зачем ты спрашиваешь? Но есть еще один комментарий, который говорит, что Малах и Исава, понятно, что ангел Исава – это и есть та самая Ецаргара, о которой мы говорим сейчас. Малах и Исава, когда обращается, отвечает Иакову, он не отказывается ответить на вопрос и не отвечает «не твое собачье дело», как можно понять буквально, прочитав Хумаш, а говорит Иакову, что я отвечу на твой вопрос «как меня зовут?» Что такое «как меня зовут?» В чем моя сущность? Моя сущность – мое имя. Зачем ты спрашиваешь? Мое имя, не задавая вопросов. Имя Исава, ангела Исава – это и есть Ецаргара Исава, которая изображена в Медрашный Алам и в Баля-Туриум-Набигуриум в виде буквы «самих». Буква «савих» – это как русская буква «о», кольцо, которое не имеет начала и конца. И ангел Исава обращается к Иакову и говорит «в чем суть Ецаргары?» «В том, что ты родился, дожил до 13 лет, нам было так хорошо с тобой, никаких проблем. Все, что делалось, делалось на основании того, что говорила Ецаргара, и никаких вопросов не возникало. Теперь ты вырастаешь, у тебя появляется разум, ты стремишься к дату познать Всевышнего и начинаешь задавать вопросы. Тем самым ты разбиваешь этот круг и вместо круга начинаешь делать вектор, вектор направления наверх, ко Всевышнему. Тем самым ты разбиваешь вот это вот Ецаргара. Моя Ецаргара меня зовут. Не задавая вопросов. Не надо ничего менять, не надо спрашивать. Не надо задавать вопросов. Возникает это Ецаргара, поскольку человек рождается, и тут же в момент родов в него вступает Ецаргара, помещается в нем, как сказано, «лепета хата сравец». При выходе имеется в виду выход из мамы. Находится грех. Как только человек рождается, в эту же секунду Ецаргара, то, что ведет его к греху, входит в человека. Лымайс, на самом деле это Махлокис, спор в Геморе, который был между Антонинусом, царем Кесарем Рима, и Рабиуде Анаси. Когда Кесарь задает Рабиуде Анаси вопрос, что когда приходит Ецаргара в человека? Отвечает он, когда к нему приходит душа, то есть на сороковой день, после того, как ребенок зачат, находится сороковой день беременности. Отвечает ему Антонинус, нет. Он приходит, когда человек рождается, выходит нарушу. Рабиуде Анаси подумал и принял, принял то, что говорит Антонинус, сказал, ты, Антонинус, прав, и привел в качестве доказательства вот этот отрывок истории, так рассказывается в Геморе Сангедрин, в перике Хелок, если я не ошибаюсь, в последнем перике, где приводится, что Антонинус сказал, что да, ты прав, что Ецаргара входит в человека, в тот момент, когда он рождается, как сказано, при выходе находится грех, пасук, который сказал Всевышний лично Каину, призывая его к чую и предостерегая этого ирод, который он может сделать. Не помогло, как мы знаем. Так вот, Маарша в этом месте задает вопрос, что есть Медраж, который говорит, что когда Ривка была беременна и проходила мимо синагоги, то и Аков хотел выйти учить Тору, когда она приходила мимо Авой де Зоро, и Сав хотел выйти. И мы видим, что уже когда она была беременна, внутри каждого из них находилась Ецаргатоп и Ецаргара. И это Каше, это Кушья, в которой Маарша не знает ответа и остается на Геморру Сангедрин. И мы видим, что и Акова, и Сава было иначе, чем то, что творится в мире, поскольку в сути Савы, это Ецаргара, она вошла в самом начале беременности, поскольку в сути Акова и Ецаргатоп она тоже вошла в самом начале беременности. Но в нормальной ситуации, как говорит Авод-де-Рабиносом и как говорит Зогар, вначале входит Ецаргара и только потом входит Ецаргатоп, и это то, о чем говорит наш пасук Шлома Амелых, как говорит Гаон, что человек должен приготовить себя к тому, чтобы не видеть себя всегда правым при первых мыслях, которые у него возникают, поскольку первые мысли зависят от Ецаргара, которое вошло при рождении, и должен все время настраивать Ецаргатоп на войну против Ецаргара и вести внутри себя войну для того, чтобы найти понятие МЭД, понятие истины. Это комментарий, который дает Гаон, который базируется на Зогаре и на Перке Авод-де-Рабиносом. В Гемории, в Гемории не дорим, надав Ламид-бейт, момент, надав Ламид-бейт, Гемора говорит, некий такой мидраж, агады, который рассказывается на пасук, на пасук, на пасук, который есть, сейчас, секундочку, в Кагелите. Пасук звучит так, я не взял Кагелит, но Гемора приводит пасук. Ирктана, а, он у меня здесь есть. Ирктана есть маленький город, ванашимбамиат, и в нем немного людей. Убалэйгамэлэхгадоль, и приходит на него царь большой, вэсавэфат, а и окружает ее. Убанайлэйгамэцудатгдалим, и строят в нем многие осадные приспособления. Вымацабаишмискэн, и находится в городе несчастный такой человек, хахам, но умный. Омалэдго эдгаир, и он спасает город своей мудростью. И человек больше не вспоминает об этом несчастном мискэне. Говорит Гемора, это я пасук прочитал. Гемора говорит, что Ирктана – это тело человека. Маленький город – это тело человека. А нашимбамиат, в нем немного людей, это органы человеческого тела. Убалэйга Мэлэхгадоль, к нему приходит Мэлэхгадоль, великий царь, и окружает этот город, это тело, это Ецаргара. И строят много осадных орудий. Это грехи, которые делает человек, из которых Ецаргара черпает свои силы. И находится там человек несчастный, но мудрый. Это Ецаргартов. И спасает он город своей мудростью. Это тшуа, это раскаяние. И мы осим табим и хорошие действия. И человек не помнит об этом несчастном человеке. Это означает, что во время, когда Ецаргара властвует, побеждает, то никакого воспоминания о Ецаргартов у человека нет. И хохма должна придать силы мудрецу больше, чем 10 правителей, которые правят. И хохма должна помочь ему. И этот шува, и хорошие дела. И тогда два глаза, и два уха, и две руки, две ноги. И все остальное, и так далее, могут быть, как бы, прийти к состоянию совершенства. Есть комментарии, много комментариев на Нидоре. На Нидоре, на самом деле, очень мало комментариев написано. Это такая полуагодическая, совсем мало. Здесь я отснял себе маленький кусочек. Комментарий о Шитаме Кубеце, который приводит и говорит. Ильктана – это тело. И здесь уподоблено тело маленькому городу. Потому что есть большие города. Намного больше. Также есть много созданий, которые создал Всевышний в своем мире. Которые очень большие и намного больше, чем человек. Но после того, как он уподобил человеческое тело маленькому городу, он говорит, что люди в этом городе малочисленные. Это намек на органы человеческого тела. Приходит царь большой, крупный, имеется в виду, могучий. И окружает этот город, это Ецар-гора. И называет его большим царем, великим царем, поскольку его власть очень большая, что ему дают властвовать над всеми органами человеческого тела. И сказано, что этот царь Годоль, большой, великий царь, он осаждает город и приходит для того, чтобы захватить его. Захватить жителей этого города и подчинить их себе. То есть, сделать им михшолем, препятствием, для того, чтобы делать оверот. И здесь есть намек на Ецар-гора, который приходит, чтобы схватить и сделать михшоль, сделать препятствию. Всем органам тела, и они, каким образом это происходит, это таавот. Я не знаю, надо ли переводить слово таево, вожделение, которое есть, гашми, материальное, которое приводит человека к греху. И находится в городе такой мудрый, но несчастный маленький человек. Имеется в виду, что здесь говорится, что он находится в начале. То есть, что в начале человек получает Ецар-готов, а потом Ецар-гора. И здесь, в этом геморрин и дорим, то драшу, то объяснение, которое приводится для посока из Кагелет. Здесь говорится о том, что Ецар-гора приходит завоевывать извне, делать осаду города. А внутри города, к этому моменту, уже находится Ецар-готов. И эта Ецар-готов, которая находится в городе, она может спасти этот город своей мудростью. И показать людям дороги чувы и действия, как можно спасти тело. И она выглядит вот такой вот несчастной. Если она спасает, то спасает, и спасает регулярно от аверот. Но в дальнейшем, если будет какой-то михшоль, и человек сделает аверу, то в этой ситуации окажется, что все органы тела и сам человек забывают о Ецар-готов, которое в нем было. Таким образом, получается такая ситуация, что комментарий Гаона относительно того, что мы сейчас учим, что вошло раньше в человеку, Ецар-готов или Ецар-гора, это Махлокис, Геморрин и Дорим против Перкейда-Рабиносен и Зохара. Есть два мнения на эту тему. Гаон здесь идет по пути, который объясняет, что Ецар-гора входит первым, и поэтому комментарий, который он говорит на пасук «Садик Горишон Борибо», праведный человек в своей ссоре, он говорит, что человеку кажется, что он прав всегда. А прав он в тот момент, когда он начинает, я не знаю как, настраивать свой Ецар-готов против Ецар-горы. Только в этом он прав. То есть, когда он ссорится с тем, кто был первым. Это комментарий Гаона в соответствии с Перкейда-Рабиносен, а вот Дорабиносен и Зохара, но в соответствии с Геморрин и Дорим так прочитать нельзя. И комментаторы на Гаона говорят, что в этом месте Гаон поясняет Локмун и Дорим, не как Геморрин и Дорим. Я не смотрел, есть комментарий Гаона на Кагелет, но я не посмотрел его, не знаю, как он объясняет в книге Кагелет, потому что Недорим весь базируется на Псуким в книге Кагелет, который говорит тот же Шлома Амеллах. Понятно, что внутри самого Шлома Амеллаха нет противоречия между Мишлей и Кагелет. Соответственно, я не знаю, как Гаон объяснит, но должно быть какое-то другое пояснение того, что говорится в Кагелет, и Медраж говорит на другую тему. Поэтому это Махлоки с Медражим, но такое достаточно интересное. Следующий Пасук. Мединим и Жбид-Хагараль. От Диним, от судов делает возможность отдохнуть, устраниться жребий. Когда люди ссорятся по поводу какой-то вещи, один говорит, она моя, другой говорит, она моя, и когда они бросают жребий, то тогда успокаивается ссора. Почему? Потому что люди, которые бросают жребий, твердо решают, что это решение Всевышнего, то что можно делать? Всевышнию трудно обвинить Всевышнего в том, что он неправ. Поэтому человеку придется успокоиться. У Бен-Ацуми между сильными бросается жребий, и жребий делает так, что они расстаются сильные. Имеется в виду, говорит Гаон, те люди, которые идут в Бейз-Дин, в суд, и Бейз-Дин дает им пса Галаху. Бейз-Дин им говорит, коль дали им гвар, тот, кто сильнее, тот побеждает. Я сказал, что есть два пшата, два объяснения, что значит, кто сильнее, тот побеждает. Первое объяснение, на кулаках, кто сильнее, тот побеждает. А второе, несмотря на то, что ни у кого из них нет стопроцентных доказательств, тот, кто приведет больше косвенных доказательств, то тому Дайан отдаст эту вещь. Это второе, я забыл про него сказать, по-моему. Рош приводит два объяснения, Робейну Ашер, два объяснения, тому, что такое коль де алим гвар. Но человек, которому дали закон коль де алим гвар, тот, кто сильнее, тот победит, называет его Шлома Амеллах, как объясняет Гаон, сильными этих людей. То есть у них будет теперь постоянная драка. Понятно, что Рувен может отобрать и Шимона, потом Шимон найдет какие-то новые аргументы, или позанимается немножечко тяжелой атлетикой или каратэ, придет к Рувену и набьет ему морду и заберет обратно, и так может продолжаться до бесконечности. И это ссора, которая может никогда не кончиться, вендета и так далее. Так вот, он говорит, что когда они бросают гораль, то этот гораль, этот жребий, Ефрид Байнегом, он разделяет между ними, и он прекращает ссору. Вот это так, как Гаон объясняет этот пасук. Теперь у нас остался один пасук, который Мальбиму все в одну кучу делает, то есть одинаковый комментарий делает из этих пасуким продолжение одного другого. Гаон здесь тоже считает, что 19-й пасук пришел как продолжение 18-го. Как говорит русский перевод, озлобившийся брат неприступен крепкого города и ссоры, подобные затворам дворца. Он говорит, Гаон говорит, что посредством горали, посредством жребия становится брат неприступен, и нужно, ему приходится отделиться от своей семьи, разделиться со своей семьей, и от своих товарищей, и от своей кирья-ту-зои, от своей крепости. Перуш, объяснение. Что из-за жребия нужно пойти в место, которое было в начале, и пройти из места, в котором было в начале, и переехать в другой город. Меденим и теперь от законов Кибарехармон предохраняет как запор в хорошем замке, как двери, ворота замка. Имеется в виду, бариях – это замок, который есть во дворце у царя, он очень крепок. И человек, который там скрывается и закрывает дверь на этот бариях, на этот замок, то от своего товарища, не может его товарищ к нему прийти. И также, люди, которых разделил гораль, которых разделил жребий, которые отделены одни от другого, теперь не может один прийти к своему товарищу. И Морелану здесь нам показывается, что человек не будет ссориться со своим товарищем ни по какую вещь, поскольку он понимает, что уже появилось к Зейрам и Гошем распоряжение от Всевышнего, то есть жребий – это распоряжение от Творца, это гораль. И также, как жребий, он разделяет, и он от Гошема, как сказано. Дальше приводится некоторое количество цитат, на самом деле цитаты из, в том числе цитаты из Мишли. У нас был момент, в 16 главе у нас это было, только надо найти, где именно это было. В конце, последнее предложение главы. Страх перед Всевышним учением мудрости, а прежде подсчета смирения. Если я не ошибаюсь, то этот пасук он имеет в виду. И он говорит, что Бехехе Таля де Гораль нет. Нет, это не этот пасук, а какой пасук он имеет в виду? Момент. Вроде как этот. Да, Бехехе Таля де Гораль. За пазухой будет находиться жребий, и от Всевышнего все его суды. То есть, человек, поскольку он понимает, что Гораль это суд Всевышнего, и теперь уже больше ничего нельзя сделать, если он принял на себя это жребий, то он понимает, что это Гзейра от Творца. И поэтому, чего теперь ссориться? Поэтому Гораль, вот такое жребие, это может быть прочным запором, воротами, для того, чтобы закрыть ссору со своим другом. И это то, что сказано в Геморе. Сказано про Бен-Азая, про Бен-Азая, это один из таких Танаем, которые были ученики Раби Акива. Он сказал, То есть, от Всевышнего, от твоего имени будут называться, и в твое место будут возвращаться, и от тебя будет даваться, и не может человек дотронуться для того, что приготовлено его товарищем, и не может царство дотронуться до другого царства даже на толщину волоса. Есть известный мидраж о том, как Давид Амеллах получил пророчество Всевышнего, что он умрет в день, который называется Шаббат. И он очень переживал, что в день, когда он умрет, он не будет похоронен. И он просил Всевышнего умертвить его на день раньше, чтобы он умер в Эвер-Шаббат, и тут же был похоронен. На что Всевышний ему сказал, что он этого не может сделать, потому что псалмы Давида для него настолько важны, что он не хочет терять ничего. Тогда он просил, чтобы он умер в Муцеи-Шаббат. Он ответил, что каждый твой псалом, который ты будешь считать, что Эйн Малхус на Гэтла Хаверто Афилум Лонима, что царство не дотрагивается до другого царства даже на толщину волоса, что в Муцеи-Шаббат царем уже должен быть Шлома Амеллах, а не ты, поэтому не могу забрать несколько минут, даже несколько минут царства от Шлома Амеллаха для того, чтобы передать тебе. И Давид Амеллах умирает действительно в Шаббат. Но здесь приводится пасук, из которого это учится. Гемора приводит Бе-Назая, в геморе Йома и Рашек. Это не пасук, это именно высказывания Танаем, которые говорят, что поскольку все исходит от Гошема, то человек, который принимает на себя, начинает это понимать, бросает жребие и решает, что это так, то у него должно быть ясно и четко понятно, что если человек, то, что приготовлено для другого, я все равно не могу дотронуться. И то, что приготовлено для меня, никак не получит другой. Поэтому, если Акодыш, говорю, решил передать это моему товарищу, значит, это было не мое изначально, и значит, это была моя ошибка, и никакой причины и даже повода для ссоры больше быть не может. И тогда человек, который принимает это жребие на таком уровне желания Всевышнего, то это для ссоры, это как ворота замка, принадлежащего царю, который невозможно через них пройти, если тебя не пускают. И, соответственно, для ссоры уже нет никакого места, и она предохраняет как замок в царском дворце. И здесь сказано пять вещей, которые написаны. Твоим именем будет назван, это не так принципиально, я не буду сейчас говорить. И человек не может дотронуться для того, чтобы годиться для приготовленного для его товарища. И это то, что сказано, между сильными будет разделение. Поскольку у человека должно быть разделение, и людям, которым кажется, что это им ее, то оно должно быть разделено, и царство не может коснуться царства другого. И это сказано, что есть бареохормон, что есть какой-то замок, который висит на дворце. Таким образом, Гаон разделяет в этом комментарии. Мальбим идет только по одному пути. Гаон принимает весь путь Мальбима, объясняет 18-19 пасуг по пути Мальбима. Но в пасуге номер 17 Гаон хочет нам сказать, что кроме денежных отношений, о которых идет речь здесь, здесь еще есть, я не знаю, это Ремис, наверное, это называется намеком, та часть письменной торы, которая учится благодаря Ремису. Но Гаон объясняет, что здесь речь идет о том, как человек должен настраивать свой яцарготов против своей яцаргора, и это имеет отношение не только к денежным вопросам, и здесь жребий не поможет, здесь должен быть дин, суд, и человек должен лахкор исследовать, исследовать свои мысли и так далее. Но я просто вам хотел показать на примере этого пасука, что это связано с большим махлокисом Танаем, Амараем в Зогаре и в Геморе относительно того, что первым попадает в человека, яцаргора или яцарготов. Потому что более известное мнение говорит, что яцаргора находится в человеке раньше, чем находится яцарготов. Но Шитам и Кубеца тучат Гемора Недорим, на самом деле ее можно было бы учить немножко иначе, но Шитам и Кубеца тучат Драшу из Гемора Недорим, что яцарготов находится в теле раньше, чем яцаргора, яцаргора приходит для того, чтобы его завоевать, и вот этот Ишмискен, этот несчастный человек яцарготов, будет спасать человека. Можно это понять иначе, вероятнее всего, так понимает Гаон, но я не видел этого Гаона, я не знаю, он не объясняет, как учить Гемора Недорим, но можно вполне понять, что изначально в теле находится яцаргора, когда яцаргора, она владеет человеком, после того, как яцарготов приходит и выгоняет яцаргора наружу, после этого еще не один раз яцаргора будет осаждать тело, и теперь яцарготов, это будет тот несчастный человек, который будет мешать осаде яцаргора, что это просто говорится про разные шлавим, разные периоды человеческой жизни. Поскольку, в общем, принято считать, что яцаргора приходит в начале яцарготов, потом, но, тем не менее, я хотел, чтобы было известно, что Шитамику Бетцет из пасука Кагелита из Гемора Недорим учит наоборот, что яцаргора является первым, кто появляется в теле человека. Я так вижу, что следующий пасук я не буду уже, наверное, говорить. И на этом мы прервемся, и до следующего воскресенья, до следующего Эмиришона. Всего доброго, до новых встреч в эфире.